Хорошо, мы сегодня продолжаем с вами знакомиться с эмоциями, с эмоциональным интеллектом. И начать занятие хочу с одной притчей. Однажды утром Чингисхан со своей свитой отправился на охоту. Его спутники вооружились луками и стрелами, а сам он держал на руке любимого сокола. С ним не мог сравниться никакой стрелок, потому что птица высматривала жертву с неба, куда человек не мог подняться. И все же, несмотря на азарт, овладевший охотниками, никто из них так ничего и не добыл. Разочарованный Чингисхан возвращался в свой лагерь, и чтобы не вымещать дурное настроение на своих товарищей, он удалился от свита и поехал один. Он слишком задержался в лесу и изнемогал от усталости и жажды. Из-за засухи, случившейся в том году, речки пересохли, и нигде нельзя было найти ни глотка воды. Но вдруг, о чудо, он заметил тоненькую струйку воды, стекающую со скалы. Тотчас же он снял с руки сокола, достал небольшую серебряную чашу, всегда находившуюся при нем, подставил ее под стройку и долго ждал, пока она наполнится до края. Но когда он уже подносил чашу к губам, сокол взмахнул крыльями и выбил ее, отбросив далеко в сторону. Чингисхан пришел в ярость. Но все же он очень любил этого сокола и к тому же понимал, что птицу тоже, наверное, мучает жажда. Он поднял чашу, вытер ее снова и подставил чашу под стройку. Не успела чаша наполниться и наполовину, как сокол опять выбил ее из рук. Чингисхан обожал птицу, но он никак не мог допустить столь непочтительного отношения к себе. Он излег меч, а другой рукой поднял чашу и подставил ее под стройку, одним глазом следя за водой, а другим за соколом. Когда воды набралось достаточно, чтобы утолить жажду, сокол снова взмахнул крыльями, задев ими чашу. Но на этот раз Чингисхан убил птицу. И тут стройка иссяка. В полной решимости, во что бы то ни стало добраться до источника, Чингисхан стал взбираться на сколу. И когда он поднялся наверх, он обнаружил, что прямо в воде лежала ядовитая змея, самая ядовитая из обитающих в тех местах змей. Если бы он выпил воды, он бы погиб. Чингисхан вернулся в лагерь с мертвым соколом в руках и приказал изготовить его из вояния из чистого золота, выгравив на одном крыле. Даже когда твой друг совершает поступки, которые тебе не по душе, он остается твоим другом. На другом же крыле он распорядился написать «То, что делается в ярости, не ведет к добру». Вот такая притча. Скажите, пожалуйста, почему я вот эту притчу, сейчас с нее начала наше занятие? Как вам кажется? Простите, пожалуйста, про дружбу. Что ты готов сказать? Я. Лилия, да, давай. Мне кажется, потому что чем-то с этим будет связано наше занятие. Что, типа, лучше, ну, дело, которое делается в ярости, не получится или пойдет не так, как ты хочешь, может быть. Да, какая у нас тема? Лилия, вот в прошлое воскресенье тебя не было, по-моему. Да, у нас были здесь те, кто был. Мы с вами обсуждали эмоции. Да, и что такое эмоции? И какие они бывают? И как вы думаете, человек, пребывающий в таком сильном эмоциональном состоянии, он способен объективно оценивать ситуацию? Помните, мы это обсуждали. Да, вот Дарья машет головой, да, что нет, конечно, нет. Я сама знаю, у меня есть сильная эмоциональная эмоция. Поэтому, конечно же, в сильной эмоции человеку достаточно сложно посмотреть, да, среагировать действительно адекватно, наверное, да, и объективно. Согласны? Молчание. Согласны? Да. Согласен. Конечно. 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 Отлично, хорошо. Просыпайтесь потихонечку. Какие базовые эмоции? Вот мы в прошлый раз рассматривали, мы брали с вами пять таких базовых эмоций. Их больше, да, но я давала вам именно пять. Какие это были? Кто помнит? Удивление было. Угу. Страх был. Грусть, ярость. Радость. Радость. И радость. Угу. И страх был, да? Да, я сказала. Ага, да. Марьян, просто не всегда слышу, погромче старайся говорить. Отлично, хорошо. Помнится, все просили побольше практики, поэтому сегодня презентации не будет. Может быть, пару слайдов я вам покажу. Но мы будем сегодня обсуждать и учиться каким-то техникам, которые помогут нам справиться с эмоциями. Что Симон Тампас? Ты отказываешься у нас сегодня участвовать активно? Ну, не знаю. Ну, это только не практика какая-нибудь. Ну, правда, я не говорю живое общение. Минимум теории, больше обсуждений, потому что тема эмоций, да, мы все люди, мы постоянно испытываем какие-то эмоции, ощущения, поэтому давайте разбираться, что же с ними делать и какие они. Начнем со страха. Когда люди испытывают страх? Ну, когда видят Илья, возможно, паука, но больше страха испытывают люди, когда происходит терроризм в странах. Ну, то есть, когда они боятся какой-то угрозы, да? Там все боятся. Когда какая-то угроза появляется. Да. И угроза, это, можно сказать, какая-то угроза для Украины? Это Путин. Тимон, давайте не будем сегодня, мы про политику не будем. Да, да. Что нас свободны от политики? При неизвестности. При неизвестности, да, пугает неизвестность. Лилия давно руку подняла. Да, мне кажется, пугает, когда какая-то плохая обстановка, а ты в какой-то такой дуре, когда ты не знаешь, что будет завтра. Ну, неизвестность, да? Да. Соня? Ну, потенциальная угроза, что в теории или на практике может убить человека или как-то его поранить и так далее. Хорошо. Как считаете, страх вообще нормальная, да, эмоция? Нормально испытывать страх? Да, конечно. Уделяется адреналин. Страх действительно, это защитная такая эмоция. Страх, он защищает нас от опасности. Страх, кстати говоря, да, вот если мы говорим, он может быть оправданным и неоправданным. То есть, да, но неоправданный страх, это, наверное, что-то ближе к тревоге уже. Страх – это эмоция, когда действительно существует какая-то опасность для человека. Вот мы в городе, много машин, например, да, и существует опасность, да, какого-то инцидента неприятного. А неоправданный страх – это какой? Когда мы, например, живем в Альпах, да, к примеру, или на горе, где-то, там, где снег, где мы катаемся на лыжах и боимся крокодила, да, что нас съест крокодил. Оправданный страх? Нет. Да, Симон. Как бы в Альпах не водятся крокодилы. Они вторыми, и их все. Конечно, конечно. Поэтому, конечно, но эмоция, она нас все равно внутри, да, поглощает. Хорошо. Как бороться со страхом? И нужно ли с ним бороться? Думаю, что нужно бороться. Иногда нужно. Так, Барух. Ну, очень просто, по-моему, я, либо я представляю себе, что вокруг меня, вот, допустим, я натыкаюсь на что-нибудь такое неприятное, я ловаюсь спать, и мне кажется, что, допустим, там, что-нибудь жуткое там бежит. Знаете, я просто ставлю вокруг себя, с помощью силы мысли, можно сказать, ставлю защитный барьер такой. Защитный барьер, и сквозь, который ничего не может пробиться. Либо я просто, это, либо просто говорю себе, что, типа, это не та вещь, которую нужно бояться. То есть ты так внутри осознаешь этот страх, да, понимаешь его, и... Ну, и либо дело вишу, типа, что у меня какой-то защитный барьер, сквозь который ничего не может пробиться. Классная техника, молодец. Спасибо, что поделился. Соня? Да, со страхом нужно бороться, но если он не оправдан, например, перед каким-то важным выступлением, экзаменом и так далее, если это страх чего-то реального, что стоит перед тобой, вот прям, например, какой-нибудь лев, бороться со страхом не надо, с паникой, да, вот. Я обычно использую технику, я знаю, что есть такая техника, 5, 4, 3, 2, 1, кажется, 5 вещей, что я могу увидеть, 4, что я могу услышать, 3, что я могу почувствовать, 2, там, что могу попробовать, ну, как-то так. А пользуешься ты этой техникой? Да. Помогает? Хорошо. Лилия, у нас тоже рука. Я хотела ответить, что вы задали вопрос, как бороться со страхом. Плохо слышно. Вы задали вопрос, как бороться со страхом. Нужно ли, да, бороться со страхом? Да, с ним бороться надо, и если ты чего-то боишься, то надо это делать. Только я не слышу? Или все не слышу? Не, не очень сильно слышу. Ближе к микрофону. Если ты чего-то боишься, надо это делать. Я хотела сказать. И все. Вот Симон пишет, он взвешивает ситуацию, да? Еще Симон, у нас два Симона сегодня. Это же Харь, отнимал руку, я видела. Самозванец. Почему самозванец? Мы боремся со страхом? Как мы боремся со страхом? Надо успокоиться, во-первых, во-первых, успокоиться и делать глубокий вдох и выдох. Да, Вань, хорошо, Симон, все, слушаем тебя. У меня еще был один инцидент в России. Ну, это связано со страхом. Когда я почти провалился под лёд. Под лёд? Ну, он под накаменько. Да, говори, говори. И еще моего папа, ну, у него есть друг Савелий, который, или его брат, или он провалился под лёд и по течению покоев. Ну, возвращаемся к моему вопросу, да, Симон, про то, как бороться со страхом. Действительно, вы многие понимаете, и если собрать ваши советы и ваши те способы борьбы со страхом воедино, то действительно может получиться очень классный такой метод, способ борьбы, да. Но прежде всего мы этот страх осознаем, да. Вот как писал у нас Симон, да, еще один. Мы стараемся этот страх изучить, а чего мы боимся, да. Мы его понимаем у себя внутри, да, понимаем, почему я боюсь и чего я боюсь, да. А Соня у нас поделилась техникой, то есть здесь нужно любую эмоцию можно, как бы как поддерживать вообще свое состояние эмоциональное в таком неком балансе, да. Как часто мы в течение дня ощущаем вообще себя, вот слушаем звуки, да, чувствуем какой-то вкус, чувствуем, например, тепло-холод, да, какая там температура, к примеру. Как часто мы вот себя как человека в окружении, да, вот так вот начинаем присматриваться и ощущать. Вот это тоже такой наш, знаете, способ ощущения реальности себя в реальности, да. Он нам помогает быть, как бы стоять тверже на ногах, да. Конечно же, много техник существует, да, как успокоиться, если мы чуть-чуть себя боимся или мы волнуемся, да, здесь немножко другое. Мы волнуемся перед сдачей экзамена. То здесь, конечно, можно дыхательно делать техники и через дыхание всегда идет спокойствие. Как мы можем дышать? Мы можем вдыхать через нос, да, глубоко, и выдыхать также глубоко, медленно, через рот. Да, Симон, что ты хотел спросить, рассказать? Или ходить на йогу. Отлично, да. Медитация, йога, все такие занятия физические, а и не только, да, что нам дает энергию. Еще, например, не только расслабляющие занятия, но и вообще спорт. Спорт – это то, что дает нам выпустить эмоцию, напряжение. Это может быть каратэ, тэквондо, плавание, хоккей, волейбол, футбол, баскетбол. Я хотела дать вам еще сегодня одну технику дыхания, ее покажу на экране, чтобы было понятно. Называется квадрат дыхания. В чем суть? Мы двигаемся мысленно по граням квадрата, и на каждую грань нашего движения идет 4 секунды. То есть мы 4 секунды медленно вдыхаем через нос. Мы сейчас попробуем. Потом мы поднимаемся вверх, например, с нижнего левого угла мы поднимаемся вверх глазами по грани квадрата. И в этот момент мы производим вдох 4 секунды приблизительно. Дальше идем. Мама называет это дыхание кубиком. Что? Мама называет это дыхание кубиком. Ну, квадрат дыхания, как угодно его можно назвать, но чаще он называется квадрат дыхания. Дальше мы идем по верхней кромочке, опять же, глазами. Ну, кто-то может представлять, кто-то просто возьмет 4 секунды. На 4 секунды мы не дышим, задерживаем дыхание. Потом 4 секунды выдыхаем и опять же задерживаем дыхание следующие 4 секунды. И вот это упражнение, его можно делать буквально несколько раз, не очень долго. Но оно позволяет нам успокоиться. Давайте попробуем. Да? Попробуем? Да. Ну, можно. Но не уверена, что у меня получится. Ангелина, ну у всех получится, все же умеют дышать. Да? Ну, я тоже умею дышать. Ну, опасно. А, да. Все, стартуем. Начали. Вдох. Задерживаем дыхание. Выдыхаем. Задерживаем дыхание. Вдох. Ну, вот мы сделали с вами, ну, один, да, оборот. Ну, может быть, я достаточно быстро это сделала, но чтобы вы поняли суть упражнения. Давайте попробуем так подышать, наверное, ну, где-нибудь, ну, именно секунд 30, да? Давайте попробуем. Сейчас каждый сам. Простите, я вас отвлекаю, но если ко мне сейчас скоро тут чужие люди придут, можно ли ко мне? Да, они, нет. Да. Так, ну что, подышали, да? Как, что-то, есть какие-то ощущения или не очень получилось? Ну, у меня расслабление, потому что мы сейчас делаем контроль по-английскому, а я англически боюсь. Точнее, контроль по-английскому. Перед занятием можно будет, да, подышать, перед тем, как ты начнешь ее делать? Ну, мы уже... Ты прямо сейчас одновременно и с нами, и контрольная? Ну, нет, не сейчас, а я уже 18 минут ее делаю, то есть до софт-скилла я ее делала, потом 18 минут, я забыла, что у нас софт-скилл в 12 часов. И тут я такая смотрю, 12-18. Гениально. Хорошо, Аргелина, Аргелина, ценим время, да, ценим время наше общее. Хорошо, подышали, смотрите, еще тоже забыла вам сказать, квадрат дыхания, это хорошо, классная техника, да, Марьян, я рада, что вам понравилось. То есть, смотрите, просто подышать даже, да, не используя какие-то техники, вдыхаем через нос, выдыхаем через рот и делаем, когда это, то есть глубокий вдох и глубокий, ну, и точно так же такой выдох, да, долгий через рот. Вот, и вот если несколько раз тоже это повторить, мы приводим себя, да, свое тело к спокойствию, вот, запомнили. Но я думаю, что многие знали, что дыхательная практика – это самый действенный инструмент. Можно сказать кое-что? По теме? Да, да, потом хочу тоже рассказать. Как Карл Лассен говорил, спокойствие, только спокойствие. Хорошо. Хочу сказать, что еще, если, еще, если, во время дыхания, вот, я заметил, если стоять на себе, как бы на своих внутренних ощущениях, то гораздо это, вот, повышает эффективность стрессов 10. И я серьезно говорю, вот, если вот на себе именно стоять, что, вот, как-то, знаете, вот, как-то зациклиться на себе, вот, именно, вот, как-то. То есть уровень стресса повысится ты, Мишина? Нет, не, наоборот. Да, то есть мы себя ловим в этом состоянии, да, ну, например, мы там переживаем, или у нас там какой-то страх идет. Опять же, прям даже, что делаете? Смотрите по сторонам, да, смотрите, какого цвета у нас что-то. Чувствуете вот эту температуру окружающую, чувствуете себя в этом пространстве. Почувствуете, что, да, там, еду, например, когда вы едите, вы вообще чувствуете вкус, да? Ну, как вот часто ловите себя? Или автоматически это происходит? Вот такие вещи, попробуйте замечать это в жизни. Это очень хорошо. Есть такое слово «заземление», да? То есть мы на самом деле себя приводим таким способом в баланс. Соня? Соня, у тебя микрофон выключили. Да, ну, это тоже зависит от человека, например, ну, каждый по-своему с волнением. У меня, например, вчера были соревнования, и мне, наоборот, не помогает то, что я ухожу в себя и как бы свои ощущения, потому что я сразу же начинаю себя накручивать. Мне больше помогает именно направленность наружу, то есть я могу с кем-то поболтать, там, отмечать. Отмечать, да, отмечать. Да. Кстати говоря... Вот у меня есть подруга, с которой нельзя болтать, она вот именно уходит в себя, и ей это помогает. Да, ну, то есть у каждого действительно свой способ, и со временем, конечно, все понимают, как мне лучше, да, как человеку подготовиться и справиться с той или иной эмоцией. И если говорить, например, про соревнования или какое-то такое, знаете, выступление публичное, да, вот часто люди боятся выступать, да, или там, вот, то есть на такие, на выступления мы должны идти какими? Мы должны идти заряженными, да, мы должны идти заряженными и идти на такой высокой энергии. И тут другие способы есть как раз. Вот. Если успеем, поделюсь. Давайте пойдем дальше. Злости, гнев. Что за эмоции? Сильные такие эмоции. Можно сказать? Да. Это когда хочешь прибить человека за что-то. Так, хорошо. И мы пойдем. Симон, дай другим тоже дадим слово. И вам. Ну, гнев и злость, да, это когда очень-очень ты такой злой, это негативная эмоция. Когда человек сделал что-то не так, и, допустим, он сделал что-то не так несколько раз, ты уже на него очень злишься, хочешь его там побить, рассказать ему, какой он плохой, но потом ты все-таки отходишь и понимаешь, что это было неправильно. Соня? Мне кажется, это тоже разновидность, ну, как бы, реакции на окружающую среду и на окружающие раздражители. Это тоже может быть основано на страхе, вот, это как бы бей, бей, вот, или беги. Это относится к подвиду бей, вот, человека, и как-то... И это не негативная эмоция, нет негативных эмоций. Есть просто эмоции, которые могут повлиять на других людей, не только других. Да, да, именно так. Хорошо. Действительно, гнев, да, или злость – это такое наше громкое «нет» какому-то препятствию. То есть, если мы сталкиваемся с препятствием, естественно, это может вывести нас из равновесия, да, из себя. А также это такой стоп, да, нарушителям наших границ. Вы знаете, да, что есть мера дозволенности, да, у нас у каждого есть личные границы. И когда их кто-то нарушает, да, мы тоже начинаем гневаться, злиться. Иван, у тебя... Ты хочешь сказать, или ты просто руку не снял? Хорошо. Так вот, действительно, да, мы говорили в прошлый раз, что нет такого негативной, да, и как бы плохие, неплохие, хорошие, отрицательные эмоции. Есть действительно способ, любая эмоция – это реакция на что-то, да, на ситуацию. И в том числе злость и гнев, поэтому у нас защитная реакция нашего организма. Мы так реагируем. Ангелина передумала говорить? Ну, я могу сказать, но я не уверена, что это правильно будет. Ну, в любом случае, если у кого-то есть домашнее животное, и его можно гладить, то, и когда вы нервничаете, то лучше гладить домашнее животное, потому что это наш живой антистресс. Да, живой антистресс, который может умролыкать. Это для меня лайфхак. И для меня. Да, мы делимся способами уже, да? Ну, а можно еще какой-то способ сказать, который я на прошлом уроке хотела сказать в конце? Ну, скажи. Ну, мой способ, которым я всегда, сейчас не люблю, который проверим на себе, между прочим, то лучше найти в квартире или в доме ту комнату, в которой вы можете, в которой вы можете, ну, все, что делать, все, что вы захотите делать. То есть, свое пространство. Ну, может быть, нету. Даже все в одной комнате спим. Ну, Ангелина делится своим способом, да? Мы сейчас каждый поделимся своим способом, как кто справляется. Симон. Симон, да. Или ходить, ну, на карате или на йогу. Да. Чтобы отбивать эмоции. На карате подходи, когда ты очень много злишься. Я это сама себе, на себе проверила. И очень много. Хорошо, действительно, действительно, когда мы не держим вообще никакую эмоцию, вы помните, да, эмоции в себе не копим. Любую эмоцию нужно прожить, да, но прожить ее так, чтобы, как бы, не навредить и другим, в том числе. И очень классный, действительно, способ, давайте назовем это, да, борьбы с гневом, да, и со злостью. Это выплескивать, это через спорт, через такие активные виды спорта. Хорошо. Прежде чем продолжим со способами, да, для чего нам вообще злость, да, мы сказали, что это такая защитная реакция, это нет нарушителей наших границ, это такое, как бы, да, и стоп. И когда мы что-то, то, что нам очень хочется, не получаем, да, мы тоже очень злимся. А чем помогает нам эта эмоция? Вот чем помогает нам злость? Да, Ангелин? Ну, находить новые способы решения ситуации. Да, бороться с проблемами, правильно, молодец. Самовыражаться, хоть это звучит, и как-то, ну, не так. Когда мы злимся, то мы самовыражаемся, но это так. Но когда мы начинаем разбираться, а почему мы сейчас злимся, да, мы же можем прийти к ответу, чего нам не хватает, а чтобы нам перестать злиться, мы должны дойти способ, да, как, как бы, удовлетворить свою вот эту потребность и желание. Вот оно и приблизительно то, что ты говоришь. И помогает нам злость, кстати, идти к цели? Да. Хорошо, да. Ну, и защищать себя, то есть не такая уж и плохая эта эмоция, опять же, да? Окей. Хорошо. Ну что, как бороться? О, Соня у нас еще что-то хочет сказать. Да, про то, что не очень плохая эмоция, она плохая для тех, да, кто считает вас очень удобным человеком, что вы такой паинька и так далее. Да, не давать сесть тебе, да, на шею. Симон. Вот во время гнева, мне кажется, у нас может, мы можем сделать то, чего мы в обычном состоянии сделать не можем. Например, незнакомый рассказывал, что однажды, когда он там с кем-то не поладил, он смог, когда он разлился, что он смог сделать удар ногой с вертушки, хотя он до этого вообще не ходил. Да, ну то есть наше тело так мобилизуется, что мы иногда можем сделать гораздо больше. Ой, смотрите, у кого-то там собачка в кем-то. Так, про собачку мы молчим, да? Я уже заметила, и все. Сейчас мы обсуждаем эмоции. Окей, есть... Как мы можем выпускать гнев? Мы можем, если есть возможность, прям вот нас не отпускает эта тема, берем лист бумаги и выписываем, прописываем ситуацию, что мы... Ой, да, вот... Живность пошла у нас. Тоже... Да, выписываем эмоции, выписываем ситуацию, прописываем на листе бумаги, например, да, сели и написали. Я... Там тот... Испытываю сейчас злость, потому что, да, вот мне не нравится. И то есть полностью описываем ситуацию. Когда мы это... Наше чувство, нашу эмоцию передали бумаге, она у нас перестает уже жить, эта эмоция. Да, согласны? Вот такой способ. Да, Симон, ты уже давно хочешь что-то сказать. Или ходить в тир. Да, тоже. Ну, любые активные виды спорта, да, чем его можно... Ну, клетка. Пострелять по месту. Или лесное изделиества. Заниматься. Да, Соня... Что для успокоения прослушала? Постелинам что-нибудь лепить. Да, это классно. Это действительно руки. Через руки мы выпускаем, через движение. Можно вообще свой гнев слепить в мини какой-то фигурке, да, и это что будет, значит, что он уже не у нас будет жить, а вот он будет здесь, да, там в какой-то фигурке. Знаете, когда нельзя... Вопрос на засыпок. Когда человеку очень сложно гневаться и злиться, вот в каком положении тело подсказку дала? Когда человек лежит. Да, когда человек лежит. Вот если прямо... Вот проверьте, да, если будет возможность. Ну, вдруг будет, да, мы все люди. Прям ляжьте. Потому что лёжа очень сложно гневаться и злиться. Ещё есть такое классное упражнение, называется пружинка. Вы знаете, про что это? Мы начинаем вот в этот момент, когда мы очень злые, начинаем постепенно внутри всё тело напрягать. И напрягаем, напрягаем его до максимума, да, держим это напряжение, а потом отпускаем, расслабляемся. Вот это очень действенный способ. Если не получится, например, всё тело, да, как-то напрячь, ну, вот, можно просто сильно сжать кулаки, прям сильно-сильно-сильно, и потом резко отпустить, расслабить. Это тоже помогает справиться с такой вот злобой внутри. У меня вопрос. Да. Можно ли считать, например, когда ты, вот, например, ты хочешь сильно что-то ударить, и ты ударяешь, и это тебя расслабляет, можно ли это считать хорошим способом избавления от гнева? Да, да. Вот, кстати, Диана, спасибо, напомнила, тоже хотела поделиться с вами. Если мы прям вот, да, сейчас очень сильно возбуждены и злые, конечно же, можно побить. Вот почему мы говорили про виды спорта, да, такие вот боевые, где выходит эмоция, где выходит агрессия. И также в моменте мы можем взять и действительно там пройти, стукнуть подушку, да. Естественно, мы люди, мы не обижаем людей, да, но подушку побить, сломкать лист бумаги, выкинуть там, стукнуть, я не знаю, по столу, но это будет травматично, наверное, что-то мягенькое для себя, безопасное. Это выпуск эмоций, это очень действенный способ. У кого-то груши, например, стоят, да, такие, тоже можно тоже стукнуть. То есть вот, потому что эта эмоция вызывает такую реакцию сильную, да. Так, что у нас еще пишут? Комнату разносить, ну, как бы, вы же понимаете, да, мы все понимаем последствия. Если мы что-то сломаем, это потом придется либо покупать, либо чинить, а это будет потом новый приступ, эмоция негативная. поэтому, да, безопасно, безопасно. Да, никому не делая больно, да. Так, Соня и Ангелина, Соня, давай, что ты хочешь сказать? Что делать, если ни один из способов не помогает? А ты прям все пробовала? Может быть, ты просто не злишься? Тебе просто не нужно? Ну, попробуй, попробуй вот с напряжением, попробуй с напряжением. А, классный способ с любой эмоцией, ну, такой, со знаком минус, наверное, да, негативный, мы ее озвучиваем. Ну, себе, ну, можно про себя. Чтобы, кстати, кстати говоря, вот, Соня, тоже спасибо, что заговорила об этом. Часто мы, да, злимся с близкими, например, с друзьями или там кто-то разозлил на улице, чтобы вот не дошло до драки. Что делать? Чтобы не обидеть близкого человека. Что мы делаем? Как думаешь? Ну, давайте вот дома, например, разозлили сильно на кого-то. Вот, что делать там будем? Мне помогает просто выйти на улицу и прогуляться вокруг парка. Можно выйти, можно отойти в другую комнату. Да, не продолжать на эмоции говорить. Просто можно будет потом прийти обратно домой и на трезвую голову уже нормально поговорить с человеком. Да, да, Ангелина. Да, Ангелина, тебя обидел. И ты соколебался ногами вокруг моего лица. Ну, черте что. Ну, раз, ну, два, ну, постоянно же. Ну, нижнее лицо. Хорошо, Ангелина, на самом деле говорить можно. Вопрос, как мы это скажем? мы можем проговорить, мы можем проговорить, вот сейчас мне очень обидно, да, или сейчас эти слова мне слышать очень неприятно. Меня, то есть, говорим про себя, да, не говорим ни в коем случае про другого человека, что ты там плохой или плохая, что ты вот это сделал, а говорим, озвучиваем свои чувства, свои эмоции. Я сейчас расстроена, я сейчас очень расстроена, мне неприятно слышать эти слова, да, и можем сказать, да, пожалуйста, там больше так не делайте. То есть, мы никого не обвиняем, да, никого не любасим, но мы можем, опять же, как один из способов, да, просто озвучить. И тогда человек поймет, потому что иногда люди говорят и делают что-то, что они даже не пытаются вас таким образом обидеть и разозлить, а вот как бы, и они не поймут реакцию иногда, если им не объяснить. Да, поэтому просто озвучивайте, не бойтесь озвучить свои чувства. Да, Симон? А если человек невменяемый? Ну, если невменяемый, наверное, лучше уйти, да, то есть вы смотрите за ситуацией, смотрите за ситуацией вообще, насколько здесь имеет смысл вообще вести диалог, да, к примеру. Согласен. Да, хорошо, хорошо. Так, время у нас прям летит, вы сегодня очень активны, это здорово. Давайте, да, ну, тоже побольше техники, наверное. Есть такая, поделаем упражнение, знаете, какое, я вам сейчас задам, дам три ситуации, а вы на каждую ситуацию найдите и запишите, ну, или запомните, потому что могу им делиться, способ как бы замены этой ситуации, что вы можете сделать вместо этой ситуации. вот первая ситуация. Друг не смог, да, и друг или подруга не смогла пойти с вами в кино, а вы очень хотели. Вот придумайте замену хорошую, да, например, начиная со слов зато я могу. Зато я могу поделать уроки или пойти с... Да, классно. Ульяна? Зато я могу позвать ее в следующий раз. Симон? Зато я могу позвать другого друга или подругу. Хорошо. Кидок. Ваня? Или там нечаянно у нас микрофон. Ангелина? Ну, или я люблю или... или я... Зато я... Зато я могу посмотреть YouTube, пока его не заблокировали. Отличное решение. Угу. Еще ситуация. Мама не разрешила не отпустила меня гулять с друзьями. Зато я смогу читать. Угу. Ангелина? Так. Ну, зато я могу позаниматься, ну, поиграть с собаками. Кстати, у меня их две. Да. Хорошо. Или полепить или полепить свои чувства. Да. Хорошо. Все, надеюсь, придумали себе такой способ. Не только те, кто высказывается. у нас он... Да. Угу. Так, Симона. Симона всегда очень интересные способы. Классный подход вообще. еще одна ситуация. У вас отключили интернет и ТВ. Нет. фига. Да, это трагедия будет. Зато я что могу сделать? Зато я смогу пойти погулять с друзьями. Класс. зато я смогу полепить, например. Угу. Соня? Давайте. У меня как бы тоже вопрос. Вопросы? Вопросы. Да, к этому. Ну, просто это к этому именно. То, если вот именно как раз включили интернет и гулять не разрешают как бы именно делаю уроки и все. надо найти что-то интересное в этом, в делании уроков. Может быть, еще что-то есть? Какие-то способы? Симон? Не страдать дурью. То есть интернет и ТВ, да, это то можно не страдать дурью. Ангелина? Ну, зато можно поиграть в Oculus или нет, хотя сейчас хотя можно порисовать. Если бы отключили интернет, я бы порисовала. Если бы отключили свет, я не хочу, чтобы отключали свет, то что? То можно просто поиграть с собаками. Хорошо, Ангелина, спасибо. Если мы его найдем в темноте. Хорошо, скажите мне, а какие эмоции возникли, когда такие ситуации вам давали? Страх, что это придаёт в реальной жизни. Страх и ужас. Иван? Недопонимание какое-то. Да, Симон? Наверное, когда интернет отключат, я сам соберу и запущу спутник связи, лишь он опять восстановился. Матюша интернативу, да? Хорошо. Сложно было придумывать? Нет. Я просто первую мою идею, которая пришла мне в голову, то я её сразу озвучивала. Ангелин, хорошо. на самом деле несложно придумывать такие способы и теряться. Может быть буквально секунду что-то такое, а потом идёт творчество, и вы придумываете новые способы. Отлично, хорошо. всё хотела с вами поделиться ещё одной техникой по управлению своими эмоциями, это вести дневник эмоций. Потому что, да, я уже немножко говорила, что когда мы прописываем ситуацию, мы таким образом эту ситуацию в себе решаем, мы эмоции проживаем, и она перестаёт нас изнутри трогать. Я пыталась, но я потом забросила прямо на середине месяца. Это сложно было? Это почему было? Это сложно, Диана, было? Что забросила? Описать свои эмоции, то есть как бы ты под конец дня начинаешь записывать дневник, смотришь на него, а ты не знаешь, что описать, слишком много эмоций было за день, и ещё такие непонятные были под конец. Но это тоже навык, да, на самом деле можешь в этом упражнении нет правильно, неправильно, и когда ты пишешь, ты можешь писать всё, что угодно, главное, что оно не в тебе больше, оно не копится, оно выходит, это очень классный способ себя действительно поддерживать именно в балансе в таком протновесии. Соня? Тоже про дневник эмоций, я их не пишу каждый день, именно когда очень сильные эмоции, это способ высказаться, наверное, не живому человеку, чтобы его не обидеть, бумаги. Да, выложить это на бумаге, это тоже очень здорово. Наверное, многим мешает просто, что они пытаются каждый день заполнять, но каждый день мы не испытываем такие сильные эмоции. Спасибо, Соня, что поделилась, я думаю, что это полезно было услышать. Так, Ангелина, давай. Я тоже про личный дневник, я только заполняю личные дневники не каждый день, потому что каждый день я не испытываю эмоции, я испытываю, конечно, но... Ангелина, давай, да, по существу дневник, тоже ведешь, тоже записываешь. Я записываю свои мысли в дневник, когда я ухожу из школы, когда мне грустно, когда у меня прям начинается депрессия, но самое интересное, что потом у меня ее нету. Потому что ты это выпустила, да. Спасибо, что поделилась. Друзья мои, поделитесь сейчас со мной, что полезного было, вот мы с вами два занятия посвятили эмоциям, эмоциональному интеллекту, с чем уходите, что берете? Я запомнила, что такое IQ, это эмоциональный интеллект. Пожалуйста. Я нашла способы подавить, ну, как бы не подавить, но успокоиться, когда я буду волноваться, как бы вот этот квадрат. Квадрат дыхания, пружинку запомните, пружинку попробуйте, когда мы напрягаемся, расслабляемся, дышим. да, Симон, внимание кулаков мне не помогает. Ну, может быть, ты не испытывал еще такую в этой ситуации эту технику, потом подъедешься, если вдруг будет. Я даже не испытывал, в России была история. Симон, да, хорошо, спасибо. Ну что, друзья мои, я вам желаю прекрасного воскресного дня, да, до встречи на следующей неделе, спасибо вам за активное участие, надеюсь, для вас действительно было очень полезно сегодня поучаствовать. Всего доброго. До свидания.